Я всегда говорил, что мышление богатых людей и мышление бедных людей очень сильно отличается, и в зависимости от того, что у нас в голове, столько у нас денег. И недавно я ездил вот на этих праздниках майских, ездил в деревню, и наглядно в этом просто вот еще раз убедился. Сейчас я об этом расскажу. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, я ездил на родину, в деревню, в сельское место, где я родился, и по дороге мне надо было заехать в Калугу к своей тетке. Ну, тетке уже за 70, и надо было взять у нее помидоры, чтобы в деревню там отвезти. Заходим с сыном, сыну 18 лет скоро будет, к тетке. И тетка показывает, в принципе, она нормально живет, ничего такого. Но она показывает свою квартиру. Вот, посмотри, как я тут живу. Ну, нищета полная. Значит, вот здесь это, здесь это. Это она говорит, нищета полная. Ну, смотрите, что она мне посылает этим. Она говорит, что, ну, живем мы бедно, и хочет, ну, какого-то то ли сочувствия, то ли как-то вот, ну, продать свою, что ли, сказать, бедность. Потому что бедные всегда хотят продать свою бедность. На самом деле там ничего такого бедного особенно нет. Обычная квартира совершенно. Ну, она знает, что я живу в трехэтажном доме, и поэтому она специально об этом вот так говорит, уничижительно про себя. Хотя, на самом деле, живет неплохо, но, то есть, смотрите, бедные всегда хотят продать свою бедность. Вот, мы так бедно живем, мы так это самое. И бедные всегда жалуются, как им плохо живется, потому что вот и денег нет, и все такое прочее. Ну, то есть, как бы и ждут от этого то ли сочувствия, то ли не знаю что. Ну, короче говоря, хотят продать. Но моя цель – не купить это. Поэтому я так, ну, абсолютно равнодушно к этому отнесся. Я говорю, слушайте, ну, да, а зачем, так сказать, если, как бы, зачем большая квартира-то, и зачем вот это все богатство, то есть, вот, показное. То есть, я это, ну, совсем не приветствую. Поэтому я так абсолютно равнодушна. Ну, и она, как бы, ну, то есть, сразу тема ушла. Понимаете? То есть, не интересует меня эта тема. Дальше интересен еще один момент – отношение к детям. Смотрите, мы, она подготовила эти помидоры, вот. И там одна коробка вот такая, а другая вот такая. Мы подходим к этим помидорам, к этим коробкам, и тетя Вера дает мне, как-то вот подсовывает большую коробку. А мальчику типа маленькую, потому что мальчик молодой, его надо, как бы, беречь, его надо оберегать, ему надо все давать лучшее. Вот. И мы-то старые, мы вот работали, и мы должны работать дальше. А молодые не должны работать молодым. Уже сейчас жизнь другая, надо хорошую жизнь обеспечить. И она такая подсовывает мне коробочку. Я опять же, смотрите, у меня отношение абсолютно другое, прямо противоположное. То есть, я беру, значит, эту коробочку и даю ее Кириллу. Говорю, на! У тетки прямо глаза округлились. Как это так? Вот он дает мальчику, молодому, большую коробку, а сам берет маленькую. Ну, ладно. Пошли. Ну, и дальше идем, значит, в лифте едем, подходим к машине. Она там что-то про машину говорит. Ну, а как там Кирилл, там, уже взрослый, там, машину ему не хочешь? Я говорю, да, вот уже на права учится. Ну, все, папка, готовься, покупай машину мальчику, говорит тетка. Я говорю, да, собираюсь на самом деле купить. Но она говорит, что хочешь купить? Я говорю, ну, какую-то ржавую восьмерку. Чтобы не жалко было, все равно ему разбивать ее. Тетка такая, что? Вот это зубило? Мальчику? Ты че? И, ну, подразумевается, что мальчик должен ездить на красивой машине, иначе, значит, ну как же, он же как красавчик должен быть. Я говорю, нифига, пускай сам зарабатывает. То есть я ему дам машину, которая вот только что передвигается, и все. Во-первых, во-вторых, это будет развалюха, поэтому он ее научится ремонтировать сам и так далее. То есть у меня вот такое отношение. Но вот отношение у многих там показать, что мы такие богатые, то есть вот именно вот показать не то, чем ты являешься, а именно показать, показушное вот это вот. И они говорят, что вот надо красивые машины и так далее. И приезжаем мы в деревню. Ну, я ехал в деревню к сестре. Сестра ей уже там, ну, за 50 лет тоже. У нее двое своих детей, взрослые, выросли. И она взяла еще четверых, ну, как бы приемная семья. Это не ее родные дети. Ну, как бы воспитывают. Вот у нас это принято так. И самый старший из них уже закончил школу, вот, 9 классов и учится сейчас уже в училище. Ромка. И, ну, сестре-то я всю плешь проел, что говорю, слушай, денежки надо экономить, денежки надо откладывать, потому что надо думать о будущем, надо заботиться о будущем. Надо, ну, что вы думаете, сестра никогда не откладывала деньги, естественно, значит, она все тут же тратила. Хозяйство большое, она тратит все на хозяйство, конечно же, у нее там и поросята, значит, двое побольше, двое поменьше. Поросят, корова, бычок есть, куры, вот вы видите. И она никогда, ну, деньги не экономила, не откладывала, как только деньги появлялись. Давай там какую-то закуту поставим, давай еще какой-то сарайчик. Вот. Рома, приемный, ну, сирота. Вот. И он уехал учиться в училище, учиться. И Надька, сестра, ему прямо моими словами, Рома, подумай о будущем, как ты будешь жить дальше. Потому что сейчас вот тебе государство помогает, 13 тысяч дает, пока ты учишься, а потом оно перестанет помогать. А тут еще что-то, тут еще, ты же откладывай, ты не трать все. Но, как бы, свой-то пример сама не откладывает, и поэтому, ну, пока еще эти слова не доходят. Не до Ромы, и сама сестра тоже пока еще, ну, то есть она это уже воспринимает, она это уже транслирует, но пока еще не начала использовать на практике. То есть не начала откладывать. Поэтому, друзья мои, думайте, что надо откладывать, во-первых, денежки, надо думать о будущем. И, ну, она видит, сестра, что вот я-то и откладываю, и при этом хорошо живу, в принципе, неплохо. То есть надо и делать и то, и другое. Не надо вот эту вот показушность, как бы, что вот я мог бы ездить на Мерседесе, но езжу на Ситрайоне. Ну и что? Ну, зато я езжу по заграницам. Вот, ну, то есть как бы все должно быть сбалансировано, но заботиться о будущем обязательно надо. И именно на практике, то есть даже неважно, понимаете вы или нет, вы откладываете, но начните делать и начните делать прямо сейчас. Начните откладывать денежки и начните инвестировать. Вот, что я хочу сказать. И понимание этого еще не значит, если вы сами не начали этого делать. Начинайте это делать. На сегодня все. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, надо ли заботиться вот так вот о детях, надо ли детям давать все лучшее, надо ли заставлять детей работать или не надо. Потому что, ну, я вот, например, начал работать там где-то в 12 лет или в 14 лет. Я работал на заводе, я начал зарабатывать. А сейчас как-то это не принято. Я приезжаю там у сестры, у всех детей каких-то беспроводные наушники. Вот, в одном ухе, в другом. Ну, типа, под айфон, но она говорит, ну, Китай. Вот, но тем не менее, они красивые. У всех, значит, смартфоны вот такие. Они все там в соцсетях и так далее. Ну, ребята, а у самой похуже. У всех велосипеды какие-то, ну, они не очень-то и заработаны, если честно. То есть, надо ли приучать детей ко всему готовому? Надо ли давать детям лучшее? Я считаю, что надо детей как-то удержать в теле, по крайней мере, чтобы дети понимали, что вот все это надо зарабатывать. И надо начинать работать, ну, как бы с детства. Ну, в деревне-то это, в общем-то сказать, ну, они работают с детства, но не всегда зарабатывают, к сожалению. Вот, как вы считаете, надо ли детей баловать? Надо ли детям покупать все лучшее? Надо ли делать так, чтобы дети не чувствовали себя, скажем, неудобно, что ли, среди сверстников? Потому что вот у сверстников у всех смартфона, а у меня вот нету этого несчастного айфона. Я так не считаю, и мальчик у меня, Кирилл, в общем-то сказать, вполне себе сейчас думает о том, как заработать. И у него же есть инвестиции, там уже в районе 30 тысяч рублей он заработал, и в инвестициях он еще планирует и зарабатывать, и откладывать. Потому что, ну, это мои дети. Главное, что я им хочу дать, чтобы они самостоятельно могли жить, самостоятельно могли научиться зарабатывать. Вот что главное я считаю. Как вы считаете, надо ли это делать? Или надо все лучшее отдавать детям, а самим, ну, как бы, нам и так сойдет? Я так не считаю. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.